Потерянная книга Нострадамуса. Расшифровка Виктории Поповой и Лидии Андриановой. Часть пятая. Информация о переходе распространяется слишком медленно. Рисунок информирует о том, что слишком уж медленно распространяется информация о необходимости перехода человечества на высший уровень материального мира в следующий цикл жизни в связи с началом глобальных катаклизмов. Нострадамус предвидел удары начинающихся глобальных катаклизмов, которые могут уничтожить совершенно беспомощное человечество, полностью привязанное к планете. Он глубоко переживает за успех перехода человечества на безопасный высший уровень материального мира, где катаклизмов нет, как данный свыше единственный путь к продолжению жизни. Рисунок предупреждает о смертельной опасности промедления распространения информации о наступлении катаклизмов и необходимости перехода. Нострадамус информирует о том, что перед началом глобальных катаклизмов человечество получит свыше подробные инструкции для перехода, написанные символикой сознания, а также два ключа к чтению этой символики. Нострадамус передает, что инструкции для перехода и два ключа передаст человечеству женщина, на голове которой во всех рисунках он изображает тиару. Таким образом, появление женщины с инструкциями и ключами для перехода означает начало глобальных катаклизмов. Для передачи этой информации Нострадамус изображает тело женщины в тиаре с росшимся с телом змеи, символов катаклизмов. Эти два ключа для чтения инструкций для перехода к человечеству были даны русскому ученому Виктории Поповой. С помощью этих ключей русские ученые Виктория Попова и Лидия Андрианова расшифровали многие сотни пиктограмм, представленных символикой сознания, и составили словарь с символом сознания более чем на 300 символов. С помощью этого словаря и был расшифрован данный рисунок. Рисунок предупреждает, что чрезвычайно важно широко проинформировать об этом сутивилизацию, так как это означает начало глобальных катаклизмов. Люди, занятые интенсивным повседневным трудом, могут пропустить эту информацию. Заранее не оповещенная от необходимости перехода до второго предварительного катаклизма цивилизация не имеет шанса продолжить свою жизнь и будет уничтожена с началом глобальных катаклизмов. После второго предварительного катаклизма на планете возникнет обстановка, несовместимая с жизнью органической природы и человека. Оставшееся количество людей уже не сможет запустить механизм перехода. Третий предварительный катаклизм и начавшийся вскоре глобальный катаклизм разрушения планеты быстро уничтожат оставшуюся часть населения. Таким образом, первый предварительный катаклизм – это необычное природное явление. Человечество еще никогда не сталкивалось с природными ударами подобной силы. Он охватит огромные территории и вызовет большие человеческие потери. На планете возникнет высокий уровень радиации, будет разрушена связь между странами, возникнет хаос из-за полной неизвестности развития событий и страха повторного удара. Только заранее проинформированное человечество, следуя данным свыше подробным инструкциям, сможет вовремя совершить переход. Начало глобальных катаклизмов уничтожения планеты – это совершенно новый процесс, который начинает развиваться на Земле. Он означает, что цикл самостоятельного совершенствования сознания человечества в гармонии планеты Земля окончен. Человечество совершает переход в цикл коррекции с принудительным исправлением сознания в соответствии с законами мироздания, известными как заповеди. Переход на высший уровень материального мира вызовет всеобщее воскресение человечества, и каждый будет отвечать за свои действия, совершенные в течение жизни. Нострадамус передает информацию в этом рисунке с помощью символики сознания, используемой в изображении трех главных элементов – сердца, золотого кольца и черепахи. Рассмотрим каждый из них. Главным элементом рисунка является сердце, так как его изображение расположено над всеми другими элементами. Сердце информирует о золотом правиле нравственности – возлюби ближнего твоего, как самого себя, на котором основан переход. В символике сознания символ сердца передает следующую информацию. Верхняя часть символа сердца состоит из двух небольших кругов, которые накладываются друг на друга. Эти круги изображают объединение областей мозга двух индивидуальных ячеек в результате объединения сознания двух людей. Область наложения двух кругов в виде овала – это символ дематериализации и перехода, который информирует о преобразовании тела, происходящем при объединении сознания. Нижняя часть символа сердца – это половина овала, символа дематериализации и перехода. Таким образом, символ сердца информирует, что объединение сознания с единой целью вызывает преобразование тела для перехода. Однако на рисунке изображено не обычное сердце, а с изогнутым кверху концом. В результате верхняя изогнутая линия сердца охватывает два небольших кружка, изображающих две области мозга индивидуальных ячеек. Нижняя линия сердца – это часть большого круга, который объединяет эти два небольших кружка. Это означает, что два человека, то есть пара людей, объединили сознание с единой целью. При этом область мозга объединенной ячейки расширилась. Эта пара людей, объединивших сознание, символизирует объединенное сознание цивилизации. Вокруг сердца изображены пять символов голубого цвета. Это так называемая геральдическая лилия, флёр-де-лис, гербовая фигура. Считается, что это изображение в одно и то же время – религиозное, политическое, династическое, художественное, символичное и символическое. Изображение флёр-де-лис полностью состоит из символики сознания. Представленный верху ром изображает четвертый уровень сознания – индивидуальное сознание человека. А внизу показаны три уровня сознания, которые в него входят. С двух сторон фигуры изображены полумесяцы объединенного сознания. Таким образом, символика сознания, из которой состоит флёр-де-лис, рассказывает об индивидуальном и объединенном сознании и преобразовании тела для перехода. Изображение символа флёр-де-лис встречается во многих рисунках потерянной книги Нострадамуса. Число пять по количеству символов флёр-де-лис, изображенных на рисунке вокруг сердца, означает пятый уровень сознания – объединенное сознание цивилизации. Только оно позволит человечеству совершить переход на высший уровень материального мира, так как только действие объединенного сознания цивилизации позволит преобразовать тело. Кроме того, символы флёр-де-лис напоминают птиц, которые несут по воздуху перед взором всей цивилизации огромный плакат с изображением сердца, как принцип перехода, основанного на золотом правиле нравственности – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это изображение информирует – только любовь поможет цивилизации совершить переход. Изображение летящей птицы в символике сознания означает переход. Именно поэтому пять символов окрашены в голубой цвет – цвет неба, означающий переход-перелёт на высший уровень материального мира. Золотое кольцо. О чём оно рассказывает? На тонком золотом кольце изображены небольшие прямоугольники. Квадрат в символике сознания изображает область мозга индивидуальные ячейки человека четвёртого уровня сознания. Прямоугольник изображает сдвиг области мозга в индивидуальных ячейках людей при объединении сознания. Тонкое кольцо изображает расширенную область мозга ячейки объединённого сознания. Однако тонкое кольцо изображает тонкую границу ячейки, вся внутренняя часть которой заполнена областью мозга. Такое расширение области мозга возможно только в одном случае – если сознание объединяет вся цивилизация. Таким образом, кольцо – это символ объединённого сознания цивилизации для перехода. Кроме того, кольцо, изображённое на рисунке под углом, образует остроконечный овал дематериализации перехода. Этот овал возникает лишь при глубоком объединении сознания и наложении областей мозга, при котором происходит повышенный информационный обмен. Такое глубокое объединение сознания возможно только на основе любви, сострадания и глубокого взаимопонимания людей всей планеты. Таким образом, кольцо рассказывает о том, что люди Земли начали объединять сознание и будут продолжать этот процесс до тех пор, пока он не охватит всю планету. Черепаха, изображённая в самом низу рисунка, передаёт важнейшее предупреждение человечеству. Она рассказывает о том, что жизненно важная информация о необходимости перехода на безопасный уровень материального мира в связи с началом глобальных катаклизмах распространяется по миру уж слишком медленно. Изображение черепахи также передаёт информацию об объединении сознания человечества символикой сознания. Огромный панцирь, состоящий из отдельных пластин, изображает объединённую ячейку человечества, которая содержит множество индивидуальных ячеек отдельных людей. Кроме того, текстура каждой пластины панциря изображает расширение области мозга за счёт присоединения всё большего числа людей. Расширение происходит от индивидуального сознания одного человека вплоть до объединения сознания всей цивилизации. Змейная морда черепахи предупреждает о глобальных катаклизмах, так как змея в символике сознания – это символ катаклизма. На рисунке у черепахи изображены только две лапы. Число два раскрывает принцип объединённого сознания. Путь, по которому ползёт черепаха, отмечен длинной линией, которая охватывает все элементы рисунка. Как бы подытоживая передаваемую информацию. Таким образом, рисунок Нострадамуса «Черепаха, сердце и кольцо» предупреждает о смертельной опасности промедления распространения информации о необходимости перехода человечества на безопасный высший уровень материального мира с помощью объединённого сознания цивилизации в связи с началом глобальных катаклизмов. Рисунок подчёркивает, что в основе перехода должно лежать золотое правило нравственности – возлюби ближнего своего, как самого себя. Более подробная информация представлена на нашем сайте www.ourtransition.info Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова